Здравствуйте, меня зовут Джером Гиен, я руководитель программы Фуры Тесла. Я очень рад приветствовать вас здесь, в Лос-Анджелесе. Все вы сыграли огромную роль в становлении Тесла, и этого мероприятия в частности. Многие из вас сделали много рефералов для Тесла, спасибо вам большое. Вы дали нам обратную связь по программе Фуры Тесла, дали нам множество советов и забронировали Фуры, так что спасибо вам за поддержку. А также я хотел бы поблагодарить наших сотрудников здесь, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и на Гигафабрики за их работу. Мы многим жертвуем, но я думаю, что вы согласитесь, это стоит того, когда вы видите результат. Я сам со страстью отношусь к фурам, мне очень повезло так долго работать в этой сфере. И я с гордостью могу сказать, что у нас самые лучшие Фуры. Вы готовы их увидеть? Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, привет! Ладно, давайте дадим минутку фурам. Добро пожаловать на представление Фуры Тесла. Надеюсь вам нравится то что вы видите. Я расскажу вам обо всем на что способна эта фура. Она меня поражает, надеюсь поразит и вас. Начнем с характеристик. Мы тут придумали аббревиатуру, которая как нам кажется неплохо суммирует характеристики. Это технический термин. Давайте мы покажем вам что это значит относительно ускорения. Мы в Тесла делаем упор на мощность, чтобы ощущение от средства передвижения было невероятным. Автомобиль, который ускоряется как ничто другое. Посмотрите, что значит быть в фуре от Тесла. В реальном времени. Фура от Тесла разгоняется с нуля до 100 км в час за 5 секунд. Сама по себе или с прицепом. А это ускорение фуры Тесла в реальном времени с 36 тоннами общего веса, то есть максимальным весом, который разрешено перевозить по трассам США. То, что как будто не двигается слева, это дизельная фура. Давайте дадим ей немножко времени. Извините что заставляю вас скучать, она когда-нибудь доедет. Окей, то есть даже с максимальным весом в 36 тонн, фура Тесла разгоняется до 100 км в час за 20 секунд. Так, а что насчет езды в горку? Самые мощные фуры могут ехать со скоростью 70 км в час при подъеме в 5 градусов. Фура Тесла может ехать со скоростью 105 км в час. Это постоянная скорость при полной загрузке. То есть это значит, что если вы везете груз по дороге с подъемом или в горах, вы выигрываете с каждым километром. Вы выигрываете 50% на каждом километре. Это огромная разница по сравнению с фурами на ДВС. Один из самых частых вопросов, которые нам задают об электрических фурах, это сколько они могут проехать. Давайте посмотрим. Запас хода 800 км. Но что это значит? Кстати говоря, 800 км это запас хода при максимальной загрузке при скорости движении разрешенной на трассах, то есть 100 км в час. Это в самом худшем случае. Но поскольку большинство поездок производится на менее чем 400 км, это значит что вы можете совершить поездку туда и обратно, даже если в пункте назначения нет места для зарядки. Вы можете совершить поездку туда и обратно на одном заряде. То есть вы можете доставить груз к черту на куличке и вернуться назад. Как мы этого достигли? Мы сконструировали фуру Тесла как пулю, тогда как обычная фура выглядит как стена сарая. Это пуля. Можете сравнить крутящий момент. Фура Тесла имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0.36, это очень неплохой показатель. Чтобы было проще сравнить, Бугатти Кайрон, суперкар стоимостью 2 миллиона долларов, имеет коэффициент 0.38. То есть аэродинамическое сопротивление фуры лучше, чем у суперкара. Это можно увидеть в дизайне. Мы достигли этого с помощью носа в форме пули. Боковые закрылки идут в соответствии с вашим прицепом, старым или новым, а также между прицепом отсутствует промежуток. Это очень сильно влияет на коэффициент аэродинамического сопротивления. Низ фуры также абсолютно плоский, то есть воздух просто проходит. Это то, чего нет в других фурах, и один из ключевых факторов, который обеспечивает нам такой запас хода. Мы также оборудовали фуру четырьмя независимыми двигателями, по одному на каждое заднее колесо, а также независимая передняя подвеска, то есть за рулем этой фуры очень удобно. Ну, да. Мы также создали пикап-версию фуры Тесла. Это пикап, который может перевести пикап. Легально вы сможете им управлять. Это не должно быть легально, но все же. То есть вы сможете быть за рулем такого пикапа, имея категорию B. Это все-таки немного неправильно, но что поделать. Окей, что насчет водителей. Каково быть за рулем такой фуры? Это офигительно. Потому что тут нет коробки передач, не нужно постоянно что-то там менять. У фуры одна скорость, все мягко, как будто вы за рулем Тесла Model S, X или Тройки. Просто побольше. Ею легко управлять, она чутко реагирует. Вы никогда еще не были за рулем такой фуры. Обзор в кабине тоже невероятный. Мы поместили водительское кресло прямо в центр. То есть водитель находится в центре фуры, так же, как в гоночном автомобиле. Вы видите всю дорогу и что вас окружает. Прекрасный просторный интерьер, в котором вы можете встать в полный рост. Внутри есть экраны. Быть за рулем фуры настолько здорово, что не с чем сравнить. Это несоизмеримо лучше, чем водить любую другую фуру. Нужно побыть за рулем, чтобы по-настоящему понять насколько это хорошо. Я без проблем нахожусь за рулем, хотя я понятия не имею как управлять фурой. Вот еще немного фотографий интерьера, чтобы дать вам представление. Кстати, там еще небольшой багажник спереди. Да кучи. Не хочу, чтобы у вас пошла кровь из глаз, но вот как выглядит фура с ДВС на сегодняшний день. Куча сторонних устройств, их сложно использовать, необходимо устанавливать и интегрировать их. Они не связаны между собой, это просто геморрой. Опять же, это означает дополнительные затраты. В фуре Тесла все идет по умолчанию. Все просто работает. Как только вы получаете фуру, в ней есть все необходимое. Она легко интегрируется в систему флота и всего, что необходимо в индустрии грузоперевозок. Заправка на сегодняшний день означает пары топлива, опасную среду, плюс стоимость топлива непостоянна и, чего многие не знают, необходимо 15 или больше минут, чтобы заправить фуру. Нужно ждать 15 минут, пока не заполнится баг. Сравним с зарядкой фуры Тесла. Вы можете зарядить фуру на месте отбытия или прибытия. То есть вы можете заряжаться, пока разгружаете фуру. Почему так важна цифра в 640 километров? В какой-то момент вам обязательно нужно будет сделать перерыв. То есть если вы за рулем 5 или 6 часов, а больше не стоит водить без перерыва, вам нужно остановиться в туалет или поесть. И на самом деле вам по закону необходимо остановиться на 30 минут. 640 километров это примерно 6-7 часов вождения. На практике это означает, что к тому моменту, как у вас закончится перерыв, ваша фура готова ехать дальше. Нет необходимости ждать пока ваша фура зарядится. Это очень важно. По всему миру будут установлены мега-чарджеры Тесла, точно так же как супер-чарджеры. Вы видели карту. Все началось с нескольких зарядных станций в Калифорнии. Теперь супер-чарджеры есть по всему миру. Вы сможете попасть куда угодно на Тесле, и точно так же будет с фурой. Вы сможете попасть в любую точку света с помощью сети мега-чарджеров. Это значит, что мы сможем обеспечить гарантированную стоимость электричества, поскольку это будут запитанные от солнца мега-чарджеры, и работающие 24 на 7 с гарантированно низкой стоимостью электричества. Поскольку мега-чарджеры будут питаться от солнца, ваши фуры будут ездить на солнечном свете. Теперь о безопасности. Когда я говорю о безопасности, я имею ввиду безопасность водителя, безопасность других автомобилей на дороге, пешеходов, безопасность для всех. Если 36 тонн двигаются по дороге со скоростью 100 км в час, это очень опасно. Каждая наша фура будет иметь расширенный автопилот. Фура будет иметь функцию автоматического торможения. Ну ладно, вы можете прочитать. Она будет автоматически тормозить, а также держать полосу. То есть даже если вы в фуре и случилась внештатная ситуация медицинского характера, фура будет двигаться по полосе, постепенно остановится, включится аварийка, и если вы не предпримите никаких действий, то вызовет необходимые службы, например скорую. Фура позаботится о вас, о других автомобилях и о пешеходах. Это большой прорыв в безопасности. Немного больше о безопасности. Центральная позиция водителя очень безопасна. Даже если вы столкнетесь с другой фурой, у вас низкий центр тяжести, это дает вам больше контроля. То есть вероятность переворачивания фуры сильно снижена, поскольку батарея находится в полу. И главное, складывание фуры, это пожалуй самый страшный кошмар водителя. Как предотвратить вашу фуру от складывания, если вы находитесь в сложном положении? Фура автоматически предотвратит складывание, потому что имеет независимые двигатели на каждом колесе. Она подкорректирует крутящий момент на каждом колесе, что делает складывание невозможным. С этой фурой ушел ваш самый страшный кошмар, больше никогда не придется об этом думать. Илонов президенты! Ужасная работа! Теперь надежность, значит в императоры. Теперь надежность. Надежность очень важна. Фура это ваша жизнь, ваш бизнес. Если фура ломается, вы подводите ваших клиентов. Это ужасный день, может быть ужасная неделя, она может сломаться, у черта на куличиках, всплывают вопросы безопасности. Надежность очень важна, мы уделяем огромное внимание надежности в этой фуре. Вот почему мы даем гарантию на 1 миллион 600 тысяч километров. Мы можем это гарантировать, потому что фура имеет четыре независимых двигателя. Два из четырех двигателей могут сломаться, а фура все равно будет ехать. Вообще, даже если рабочими останутся только два двигателя, фура Тесла все равно обойдет фуру на ДВС. Это даже как-то нечестно. Есть и другие плюсы. Тормоза. Тормоза очень важны для фур. Остановить 36 тонн не так просто, тормоза изнашиваются. Но с электрическим двигателем вы можете превратить тормоза в генераторы электричества. Каждый раз, когда вы тормозите, кинетическая энергия торможения возвращается обратно в батарею, вместо того чтобы изнашивать тормозные колодки. То есть тормозные колодки практически вечны. Больше никогда не придется их менять. А трансмиссии тоже волноваться больше не придется, ее больше нет, значит она не сломается. Никаких выбросов, струбберов, дифференциалов. И моя любимая фишка – суперпрочное стекло с защитой от ядерного взрыва. Достаточно близко к этому. Это стандартное стекло. Слушайте, это важно. Вот, смотрите, ничего. Выжить в ядерном взрыве – это невероятно. Давайте так, выживите в ядерном взрыве или мы вернем вам деньги. Это важно, потому что стекла фур огромные, и они разбиваются примерно раз в год. А если у вас разбито стекло, вам нельзя ехать. То есть фура сразу едет на стоянку, если стекло треснуто, а это означает потерю заработка, разочарование клиентов, ужасный день, и если вы застряли где-то у черта на рогах, замена стекла займет вечность. Эта деталь очень важна для тех, кто по-настоящему понимает индустрию грузоперевозок. Это небольшая, но очень важная деталь. С точки зрения связи со своей фурой, понимания что происходит, у вас есть приложение Tesla, которое дает вам полную информацию о вашей фуре. Владельцы Model S и X принимают это как должное, но для фур это не стандарт. У вас есть полный доступ к информации о вашей фуре, диагностике. Вы можете посмотреть, что нужно сделать, чтобы предотвратить. Фура предугадывает, когда ей необходим сервис, и предупреждает вас заранее. Она также связана с флотом, то есть если вы управляете флотом в тысячи фур, это также очень важно, вы собираете всю информацию, вы точно знаете что происходит. Это действительно поможет вам работать с грузоперевозками. Теперь, после всего того, что я сказал, вы наверное думаете, а сколько это будет стоить? Потому что то, что делает Tesla, это дорого. Мы понимаем, что экономика грузоперевозок значительный фактор. Если цена за километр слишком высока, это экономически невыгодно, вы не сможете работать. Так что мы очень много об этом думали. И если брать в расчет все вместе, стоимость лизинга, страховки, обслуживания, все факторы, всю настоящую стоимость грузоперевозок, окажется, что фуры на ДВС обходятся на 20% дороже, чем фуры Tesla на километр. Я хочу подчеркнуть, это с первого дня. Владение фурой Tesla с первого же дня будет более экономически выгодно, чем фурой на ДВС. Опять же, это в самом худшем случае. То есть в остальном только лучше. Это при самом худшем раскладе с максимальной нагрузкой, движение 100 км в час, и это при расчете 66 центов за литр, в то время как мы гарантируем 7 центов за киловатт. Я хочу обратить на это особое внимание. Это реальные цифры, и дальше только лучше. Фура Tesla, сама по себе, лучше фур на ДВС. Но что если вы едете колонной? Что если две ваших фуры следуют за первой, как будто поезд. Передвижение колонной, это то, что как мы уверены, сегодня в 10 раз безопаснее, чем человек-водитель. Еще раз хочу заметить, мы можем сделать это уже прямо сейчас. Сейчас самолет пролетит. Теперь если говорить об экономической составляющей колонны фур, все становится еще лучше. Теперь фура на ДВС становится в два раза дороже, чем фура Тесла. То есть хочу сказать, что владение даже одной фурой на ДВС это экономический суицид, а также экономический суицид ожидает поезда. Наша фура лучше поезда. Поэтому мы считаем, что это продукт, который во всем лучше с точки зрения будущего, который экономически выгоднее фур на ДВС даже в худшем случае, и который выгоднее поездов при езде колонной. Производство начнется в 2019 году. Если вы сделаете заказ сейчас, вы получите фуру через два года. Это фура Тесла. Надеюсь вам понравилось то, что вы увидели. Все, спасибо ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Окей. Оказалось, что в фуре был небольшой груз. Мы подумали, стоит вам его показать. Тесла началась со спортивного автомобиля, Тесла Родстер. Эта малышка дала нам жизнь. Основой всей компании был Тесла Родстер, и люди давно задавали нам вопрос. Когда вы сделаете новый Родстер? Мы делаем его сейчас. Не знаю, смотрели ли вы фильм «Космические яйца», есть только одна вещь быстрее луда, Крис. Это режим «Плейт». Новый Тесла Родстер будет самым быстрым серийным автомобилем. И это стандартная модель. Мы поговорим о других версиях позднее, в следующем году. А это стандартная версия. Она будет разгоняться от 0 до 100 км в час за 1,9 секунды. Это первый раз, когда автомобиль разгонится до сотки меньше, чем за 2 секунды. Он также будет самым быстрым до 160 км, 4,2 секунды. Быстрее, чем тот самолет. Он проезжает четверть мили за 8,9 секунд. Это первый раз, когда серийный автомобиль завершит заезд на четверть мили меньше, чем за 9 секунд. Это все мировые рекорды. Это то что у нас получается с прототипом. Я не буду говорить какова максимальная скорость, но это больше 400 км в час. Запас хода. Автомобиль будет иметь батарею на 200 кВт час. То есть запас хода 1000 км. Это первый раз, когда запас хода автомобиля достигнет отметки 1000 км. Это первый серийный электромобиль, способный проехать больше 1000 км на одном заряде на разрешенной на трассе скорости. Не сможете поехать из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и вернуться обратно на разрешенной на трассе скорости без подзарядки. Смысл этого всего – дать унизительную пощечину машинам на ДВС. Управлять спортивным автомобилем на ДВС будет как будто бы за рулем модной такой паровой машины. В Робстере будет три двигателя, то есть он полноприводный. Один двигатель будет на передней оси, два на задней, возможно уберем систему двигательной стабилизации и подруливания. Десять тысяч ньютон-метров крутящего момента. Вы вообще понимаете, что это значит? Это же сумасшествие. Плюс ко всему, это четырехместный автомобиль. То есть два плюс два. Окей, гиганты на заднее сиденье не поместятся, но поместится сдавленный гигант, либо маленький человек, который просто сядет. Но в любом случае, это четырехместный автомобиль. Родстер – кабриолет со съемной крышей. В нем куча места для хранения. То есть в нем можно будет путешествовать, взять с собой багаж, что угодно, и там будет много места, помещая четырех людей. Это настоящая машина, а не такая, в которую не влезть. У нее есть все это, и при этом она четырехместная. Доступен Родстер будет в 2020 году. Так что, может подниметесь и… Поднимайтесь. Хрен с ними, с заграждениями. Перепрыгивайте. Идите сюда. Спасибо, что приехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok